юзер в н случайно подпал попала на ваш канал и все подсела капитально это очень хорошо каждый день жду новое видео ну вот дождались спасибо за интересные обзоры все так просто все так просто все так так из другого с юмором и очень доходчиво все так сложно теперь вопрос внимание вопрос пытаюсь рисовать акварелью маслом писать не планирую почему отсюда вопрос если смысл записаться вашу школу так как все таки больше у вас техника масляной живописи а смотреть ваше видео видео видимо не видео буду дальше и дальше они настраивают на позитив да конечно я много раз говорил о том что не учу писать все наши занятия ну там живых классах или в онлайн-школе или здесь на канале они о том как настроить аппарат как изменить видение описать вы будете хоть акварелию хоть я не знаю тапком хоть носком хоть гуашью в перемешку там я не знаю с аджикой ну нет например никаких красок что можно сделать можно взять резиновый башмак подметку растопить ее или поджечь и она будет капать ну такой вот субстанции резина резины прошу порошок можно добыть из резиновой подметки ну размешать будет у тебя уже черная краска и можно сделать даже из подметки то есть мы с вами настраиваем инструмент как настройщик рояля любой рояль и рук любой марки можно настроить и будете играть на нем писать в своем стиле как вы привыкли как вы хотите как вы развиваетесь но базис некий основу ну нужно же сделать его кстати 1 13 28 уроки 52 53 еще посмотри обратите на них внимание некая основа но если ее нету или она какая-то кривая хилая я так вижу то какой бы ты вот не построил дворец на этой гнилой основе кривой он рассыпется нужен хороший крепкий фундамент чем мы и занимаемся в школе первый это базис основа видения художника 13 а композиции очень много разобрана работ и в результате разбора можно почувствовать что такое композиция 28 это просто обязательно чтобы овладеть перспективой нужно глубину рисовать мы рисуем пространство пишем его то есть двухмерном листе мы рисуем глубину нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить потом 52 и 53 вот вам задача минимум те уроки которые я перечислил обратите на них внимание в первую очередь просто посмотрите для примера а потом уже интуитивно ну как как сейчас говорят если зайдет ну то и другие там подключим потом игорь творогов покупатель на стандарт это масло акрил и уж если сильно зацепит то купит у у меня гуашью а у вас вячеслав как так пепе бирают покупатели картины и чем и как написано или нет но в основном конечно в процентуке масло больше идет акварель сильно меньше темпера ну тоже меньше ну темпер я в основном наброски пишу там обнаженку ее покупают но не так прям из-за границы тоже покупает я пересылаю работы можете кстати заказывать выбирайте на сайте что нравится я вам пришлю ну масло сильнее согласен игр сер артмов я вот тоже купил себе совсем небольшую коробочку акриловых тюбиков но не наслышан что акрил быстро сохнет на палитре а я в работе иногда люблю поразмышлять над тем что и как писать не пишу еще быстро поэтому и боюсь начинать что-то писать акрилом разве что создать что-то абстрактное по методу как в некоторых роликах показывают выдавить акрил прямо на лист и размазать кистью или мастегином но переходить на другую технику исключительно ради материала что-то не хочется так и лежит коробочка зря это но полежит ничего у меня краски мы масляные 40 лет лежали нормально достал как новое еще подольские вообще советских времен ну и акрил полежит чуя ему вино например чем больше лежит тем даже лучше пьется я недавно пил да вот во франции был меня госпожа ушакова угостила очень вкусным вином очень я зато чтобы доверять себе вот если не идет не заходит вот это вот надо попробовать вообще с другой ну что коробочка а вдруг вам понравится ну возьмите пульверизатор и пшикайте все в одной руке пульверизатор а в другой кисточка мазнул пшикнул мазнул и все мне кажется проблема проблема решаем более того а еще можно например влажную а на лист бумаги выдавить вот это вот акрил но представьте на а под бумагу положите 3 тряпочку мокрую и она будет снизу ее под увлажнять по крайней мере вы попробуйте материал и уже будете знать покупать вам дальше следующую коробочку или нет у нас был класс пару лет назад что ли в горзов и и один студент коллега художник заказал себе значит вот этих устрицы и так их аппетитно ел со звуком вот и говорит попробуйте слова пожалуйста а вот я вот не решился видимо ошибка моя но также как и вывод коробочка лежала так и у меня вот это вот к устрицам видимо пока не решаюсь пока коробочка с устрицами лежит может быть кто-то меня уговорит когда-нибудь на каком-нибудь семинаре к ним притронуться татьяна f какие волшебные получились портреты темпера кстати кто хочет приезжайте я буду писать вас темперой да чем хотите и вам память на всю жизнь и я заработаю обращайтесь вячеслав художник сейчас повсеместно используют проектор что вы думаете о таком способе написания картин но это даже не способ написания да а проектор чтоб рисунок перевести помните раньше по клеточкам там во времена ренессанса переводили сначала делался картон рисунок уточнялся потом прокалывали его там если на стену например это самая роспись или с обратной стороны картона углем потом ну как копирка да потом переводите на хвост продавливая контур по клеточкам но если проектор есть чушь не перевести проектором переводите делать живопись то от этого лучше не станет если вы перевели рисунок проектор или сами сочинили это сам художник решает каким способом ему отработанный разработанный эскиз перевести на большой формат а если у вас 10 метров ну попробуй ты будешь рисовать целый год его на конечно лучше использовать какие-то удобства но это ж только рисунок перевели вы допустим ну хорошо есть у вас контуры дальше то что дальше то надо писать конечно если это касается сходства там фигуры много людей нужно еще со сходством конечно это в помощь но тут есть одна такая штука вы можете вот этими рамками быть настолько ограничены что это не дает простору ну такой вот фантазии что ли отхода от этого от этих рамок выхода за пределы этих контуров есть некоторое стеснение но об этом мы еще как-нибудь поговорим спасибо вам ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал комментируйте задавайте вопросы о а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok